В Украине гагаузский язык, несмотря на малочисленность и очень маленькую долю, вошел в закон оригинальных языках, и он является сегодня официальным языком в Украине. Представляете, вот гагаузский язык, маленький народ, он вошел в 16 языков оригинальных мовах, где 16 языков объявлены официальными языками, которые могут использоваться в делопроизводстве, в официальной переписке в Украине. То есть вы можете написать письмо на гагаузском языке в районную администрацию? Не только в районную, но и выше? Нет, выше нет, только на территории, где объявлено. Сегодня гагаузский язык объявлен официальными территориями Болгарского района пока. Закон просто местные органы власти, если там доля населения превышает 10%, доля определенной ценности, в этом районе решение местного совета объявляется официальным языком. Региональным? Официальным региональным языком в этом регионе, в этом районе, в этом районе гагаузский язык объявлен региональным пока только в Болгарском районе. Похвально. А я хотела спросить, ущемлены гагаузы Украины? Если да, то чем? Вы знаете, гагаузы Украины могут себя считать так же ущемленными, так же, как и все, любой гражданин Украины. По национальным признакам никто гагаузов Украины никогда не ущемлял. Гагаузы Украины себя очень свободно чувствуют. Сегодня гагаузский язык официально преподается во всех селах гагаузских, украинских, как не как факультатив, а как предмет. Книги 1, 2, 3, 4 класса, 10, 11 напечатало государство, Министерство образования Украины. За государственные деньги печатает. Платит зарплату учителям гагаузского языка. Сегодня, совсем недавно, открыто коммунальное предприятие Одесской областной рады, гагаузский культурный центр. Это, представляете, гагаузское государство. Коммунальное предприятие, у меня все время ассоциируется. Коммунальное установа, называют коммунальное учреждение. Муниципальное, что ли? Нет, коммунальное, да, не муниципальное, оно подчиняется Одесской областной рады. То есть, у нас есть такая форма деятельности, коммунальное установа называется по-украински, коммунальное учреждение по-русски. То есть это коммунальное учреждение, это такой механизм, когда регистрируется коммунальное учреждение, государство обязано, это учреждение государство Одесского областного совета. Обязан содержать. Обязан содержать и идет отдельной строкой в бюджете. На сегодня этот год, это была моя законодательная инициатива, и мои коллеги-депутаты поддержали, и губернатор Одесской области поддержал, и профильное управление области Одесской поддержали. Это фактически государственное предприятие, и оно идет отдельной строкой в областном бюджете. На сегодня этот год 204 тысячи гривен заложено в бюджет области. Это много, мало, это достаточно? Вы знаете, и учитывая, что до сих пор не было ни копейки. Ага, но на безрыбе и рак рыба. Да, это прилично. Там штат, он создан на базе Дома культуры села Виноградовка, Курчу, многие знают это село. Курчу. Курчу, да. Там штат 5 человек, там Гагаузская библиотека, Гагаузский музей. Каждый месяц там проходят мероприятия, презентации книг. Вот сейчас новая книга Михаила Чакира, которая вышла недавно, будет презентована 25 числа. Ну, я насколько понимаю, обмен книгами тоже происходит, всегда об этом в Гагаузии тоже говорят. Сейчас он произвел, раньше не было. Он начал произвелиться недавно совсем. Ага. Вы задели очень хорошую тему. Я об этом уже пару раз выражался, как бы на мероприятиях Гагаузии, что Народное собрание Гагаузии, исполком Гагаузии никогда, кроме одного мероприятия, это Всемирный съезд Гагаузов, который проходит раз в три года, не заботится о своих соплеменниках в других странах. Говорите, что ждете от Гагаузии? Большая диаспора, большое количество Гагаузов в Украине, 40 тысяч почти, в Болгарии, в Греции. Нету ни целенаправленных поставок книг. Сегодня Гагаузское телевидение не работает в онлайн режиме. Его не могут смотреть Гагаузы, проживающие в Украине, в России, в Болгарии, в Греции. В Греции очень большой район Гагаузский, там проживают почти 50 тысяч Гагаузов. И вы знаете, туда не послан был ни один преподаватель даже Гагаузского языка. Они сегодня не преподают, потому что у них нет преподавателя Гагаузского языка. Вы эти идеи уже высказывали своим коллегам в Гагаузии? Конечно, в прошлом году я несколько раз высказывал. Пока не получили поддержки? В прошлом году были постоянно, вы знаете, распри, когда идет распри между внутри, когда кипит борщ, никто на руку ставится не цевать.